всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал сегодня видео под новый год видео для тех девочек за 35 или за 40 которые настолько прекрасны что косметикой пользовались по минимуму настолько по минимуму что им хватало буквально тональная основа и немного помады туши и капельку теней на веки о ком это я дать тебе в принципе до 45 лет я вообще пользовалась косметикой по такому что вы себе просто даже представить не можете и так бюджетная косметичка новичка из чего он должен состоять я быстро пробегают по бюджетным супер бюджетным продуктом которые у меня есть и соответственно коротко говорю о них что-то рекомендую что-то нет ну и конечно же сам перечень он тоже важен и так база под макияжем данном случае это в этом вайлд и к 3 в чем различие как ведь представляете себя такую кремовую белесую текстуру которая при растирании пальцами дает ощущение бархатный бархатистости в этом вайлд немного полегче и не такой бархатистый но справляются они обе окей и цене где-то в районе 300 рублей мы переходим к базам под тени в данном случае это гош причем даже говорят что это возможно использовать на губы и литуаль лично мне литуаль не идет вполне возможно по той причине что я питаю свои веки питая их как-то излишне и в общем у меня скатывается а гош великолепно она формате вот такого вот до беленького но при нанесении вы ничего не увидите это будет только пленка которая будет держать ваши тени везде и не позволять им скатываться вот в этой самой волшебной складочки сейчас я говорю о стандартных веках хотя сейчас на самом деле не стандартных веках гораздо больше но тем не менее девочки и мальчики присмотритесь кому это важно и нужно а также наступающим новым годом и разумеется если показывать бюджетную косметичку новичка никто никогда не обойдет стороной если он правдив и честен он не будет показывать бюджете вам urban детей потому что у москвичей у них немного другое понятие об бюджете потому что не зарплаты в разы больше а цены на продукты и косметику гораздо ниже чем здесь поэтому у нас москвичами разные немного понятия бюджетности и я смотрю москвичей больше чтобы увидеть какие-то новинки и действительно таким вау отзывы тогда я обращаю внимание на продукт это я ну просто так вот просто в двух словах чтоб вы были в курсе значит там вот эти два продукта они работают отлично как база по стене они совершенно нейтральные они клеваются с веком и пожалуй вот этот может еще работать как кремовый корректор при разогреве на руке вот на этой тонике вы разогреваете он при нему принимать температуры тела становятся таким податливым послушным и даже этот если смотрите темнее все равно они оба сливаются просто для холодного подтона это для теплого либо нейтрального это назначить такая перламутровая история про правосвитие правосвитление внутреннего уголка глаза и пространство под бровью а также галочки над верхней губы может работать как кремовый корректор но может работать как кремовый хайлайтер но у меня сейчас совершенно другая кремовый хайлайтерами то так вот на безрыбье как говорится и и жопа соловей кушечка пришла точить когти он никогда не получается записать видео чтобы никто ты не помешал просто настолько у меня быстро-быстро скачут мои скакуны что это возвращаться как-то день на чем это бишь я закончила через два года полтинник что вы хотели мальчики и девочки значит то вот это вот классный продукт который вот я говорила там вот бронзовый рак по моему название вот это хорошо работает на бровях это все блогеры и рекомендовали рекомендуют и и будут рекомендовать яркая стрелка под на нижнем веке сейчас пошла такая тенденция это все мэйбелин я надеюсь если вам интересно спрашивайте я отвечу либо перечислю да что ты будешь делать то надо походить теперь по шкафу с парфюмами где-то все может благополучно навернуться ну и конечно черный пересыхает он пересыхает не за честно не так часто им пользуюсь особенно когда в наличии подводки фломастеры не особо то как бы не хотелось но иногда нужна такая дымочка дымчатая стрелка особенно кстати девчонки кто взрослые возрастные отводите эту технологию дымчатой стрелкой если нужно я вам покажу как это сделать на возрастных веках где-то 35 до 45 и может статья на себе елки зафигачивайте дымчатые стрелки будьте очень интересно кому интересно стать подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы видео получается просто гигантки но что делать у меня понимаете что получилось я вот как бы взяла на руки лишнюю ношу это в виде кошечки пафи и просто времени астки вообще не хватает она настолько пакостная настолько шаловливая что просто вот серьезно хочется говорить с вами постоянно каждый день но пафи столько внимания отбирает на себя что это просто жизнь я вообще ничего не успевала потому что сначала мы болели потому что я нашли у на улице в холод потом и маленько от дыбали мы пошли на стерилизацию потом потом мы болели после стерилизации где-то в среднем около месяца состояния животного они говорят а вот три четыре дня все нормально там 10 дней все нормально да нифига не нормально все равно животное больное у него от попы и вот полностью отлигает только через месяц и 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